Приветствую вас, и оптимальным вариантом поведения вашего друга было бы следующее. Вот вы пишете, что он подарил своей девушке телефон после чего она его бросил. Ну, как вы понимаете, по факту причина того, что она бросила вашего друга, немножечко в другом. В чем-то, чего мы здесь, к сожалению, не знаем. Но это что-то очень серьезное, по крайней мере, для нее. И если мой друг действительно хочет вернуть свою девушку, то первое, что ему нужно сделать, это оставить ее в покое. Просто оставить ее в покое. Дать возможность эмоции и ее, и свои улечься. Дать возможность успокоиться, пройти время. А после, после лучше очень с глазу на глаз где-нибудь встретиться. и выяснить все, как есть. Такое победительство является самым оптимальным для решения проблем отношений. Ни оскорбления, ни постоянные навязывания, надоедания. Не решать эту проблему так, как ее по-хорошему нужно решить. А нужно решить ее это прийти к чему-то. Следующее, что хочется сказать, то что вашему другу, прошу прощения, желательно бы понять следующее. Если вот девушка бросила его, это означает, что чувств к нему, у нее меньше, чем у него, раз он подарил телефон. По крайней мере, она нуждается в нем меньше, он нуждается в ней больше. Спросите его, почему он нуждается в ней больше, чем она в нем? Ведь отношения предполагают равную потребность друг к другу. В чем это неравенство и как это неравенство исправить? А может быть тогда ваш друг задумается, правильно ли он вообще позиционирует себя в отношениях, правильно ли он себя ведет? Действительно ли он располагает к себе таким победителем свою девушку и для чего он хочет ее вернуть? Если она не хочет, а он хочет, для чего он хочет ее вернуть? Если он сделал что-то не так, нужно попросить прощения, извиниться, обидеть свое поведение и так далее. Если он не делал ничего плохого и она учила, значит таково ее желание. И это желание продиктовано ее чувствами, ее отношением к вашему другу. И это не исправит. И получается, что мужчина хочет вернуть девушку для себя. А отношения для себя, то есть с эгоцентрическим наклоном, никому еще счастья не приносили. Вот, примерно так вам и нужно поступить. С одной стороны, сказать другу самую оптимальную линию поведения, а с другой стороны, проработать субъективную сторону, тем самым помочь лучше понять причину происходящего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. До свидания! Пока!